друзья приветствую вас на своем канале пламя сейчас я вам расскажу как собирать конструкции по порядовке значит первое что делают люди начинают распечатали порядовку и собирают по рядам значит что это происходит как раскладывают на сухую первый ряд выложили облицовку забутовку второй ряд его так как швейная машинка или как текстильный станок по рядам собирают конструкцию я рекомендую вам собирать в два этапа сначала вы собираете облицовку по порядовке если у вас задняя стена уже готова вы пришли у вас стенка есть то вам из порядовки заднюю стену уже не надо будет собирать вам достаточно будет просто пришиваться значит засверливаете каждый ряд можно можно через два ряда засверливать и шестерка или восьмеркой куски арматуры забиваете и таким образом вы пришьете мангал к несущей стене существующей значит в дровник разворачиваем облицовкой чтобы у нас дровник весь язык облицовочного кирпича был значит ребята теперь когда вы собрали облицовку по порядовке устанавливайте топочные дверцы значит следующим этапом вы начинаете закладывать внутри также начинаете с первого ряда то есть открываете первый ряд опять по рядовке смотрите как там кирпичи лежат и укладывайте их но также не забывайте про размеры чугунного литья потому что они могут отличаться от проектного поэтому все эти все размеры размечайте уже по ходу дела я вышел забутовка у меня время не вышла на крайний ряд следующий ряд у меня уже идет огнеупорный кирпич на как это будет но самой печи уже и на этот ряд будет устанавливаться колосниковая решетка значит колосник я уже прикладывал все его спозиционировал это у меня поддувальная зона теперь я открываю по рядовку и смотрю как у меня уложены кирпичи на этом ряду но ребята у меня по рядовку открывать не надо она у меня все в голове прошита поэтому я просто вспоминаю как там лежат кирпичи также раскладывают вся забутовка у меня выкладывается на песчано-цементный раствор один к четырем то есть один цемента и 4 песка песок у меня глинистый а у вас какой там попадется такой берите значит на дно я поддувала тоже уложил огнеупорный кирпич проверяем вот так рукой водим чтобы у нас нигде не было выступов чтобы хозяин когда пользовался совок за заносил сюда или кочергой не цеплялся за выступы кирпичей и не вспоминал вас плохим словом все время когда вы собираете вы представляете как хозяин будет пользоваться вашей печкой как она будет себя вести в процессе эксплуатации и потом следующий этап перехожу к сборке мангала то есть устанавливаю на вот эту высоту уголки вот они у меня уже нарезанные стоят здесь у меня будет подключаться нержавеющей трубой печь под казан с мангалом но это уже в следующем ролике данном ролике я вам показываю что я сам собираю по порядовке но в два захода то есть я сначала облицовку потом забутовку также и вам советую также и мангал я буду выкладывать сначала облицовочные стены правую и левую вот буду выкладывать до высоты перекрытия здесь вот так ступеньками сделаю и там только также разметку двойного зуба сделала и потом уже приступать буду к забутовки но вернее закладки огнеупорным кирпичом то есть эта технология как раскрой пиджака делают то есть сначала пиджак раскрой а затем уже второй этап это подкладка также и здесь многие там думают что надо сначала огнеупорную выложить часть а потом уже облицовкой и обшивать это неправильно вы можете накосячить у вас может не совпадать где-то что-то и вам придется тогда уже облицовкой подгонять под огнеупорную часть вот тут просто вот смотрите видите здесь высота какая то есть вот сантиметр шов я просто его здесь сантиметровый шоу сделаю одно не развалится от этого но я под подгоняю свободно под облицовку а если у вас вот так кирпич торчит вот или вот так вот да что вам делать тогда придется все вы уже исправить это не сможете поэтому такая вот технология сборки это специально пленкой закрыл чтобы не вымазывалась раствором ну и ребята старайтесь аккуратно все собирать чтобы не закрывайте дверцы видите я специальным малярным скотчем обмотал дверцы эти снимаются я их снял чтобы не повредить их и лишний раз не вымазывать плита у меня вот такая вот ну в общем все ясно если у вас будет гранит значит рассчитывайте что плита чугунная 3 сантиметра или два сантиметра должна торчать от 0 если керамогранит плитка то значит полтора-два сантиметра это тоже умеет и вокруг плиты чугунной пол сантиметра зазор или миллиметра 3 сейчас на эту высоту я устанавливал базальтовый лист печку разделяю то есть базальтовым листом чтобы когда топка нагревалась нет тепло не переходила на огню на облицовочный кирпич здесь у меня уголки здесь и также на огнеупорные кирпичи будут уголок ложится все это нормально ведет себя ничего не гнется то есть она будет закрыта от прямого попадания огня и здесь также будет базальтовый лист отделяться отделять вернее но это уже технология по сборке видеоролики ну вот принципе я думаю доступно и объяснил так что до встречи на моем канале смотрите мои ролики вот да не забываем лайки ставить по проектам пожалуйста обращайтесь ко мне кто приобрел так что видео пособие такое я с вами прощаюсь на этом всем желаю здоровья пока